Хоккейный клуб «Адмирал» уступил накануне на своей площадке казанскому «Акбарсу». На этот поединок приморцы впервые в сезоне вышли в оптимальном составе. Окончательно поправились Артем Зимчонок и Михаил Фисенко. Впервые на домашнем льду появились и новички Джейсон Акинсон и Джеймс Райт. Моряки впервые в сезоне дома открыли счет первыми. В большинстве саюстов переправил шайбу с пятака 1-0. Правда, казанцы быстро отыгрались. Свитов первым оказался на добивании 1-1. После продолжительной ничьи «Адмиралу» стала улыбаться удача. Сначала бросок от синей линии Блума с помощью рикошета залетел ворота. Затем почти такой же удар Зимчонка увеличил разрыв. Видимо, после такого расклада хозяева расслабились и в итоге напропускали шайбу. 3-3. Овертайм победителя не выявил, а вот в серии послематчевых бросков госпожа удача переметнулась гостям. 4-3 в пользу «Акбарса». Мы сегодня играли, я считаю, хорошо до второй пропущенной шайбы. Вот немножко она нас подкосила, выбила из колеи и после нее, скажем так, по большому счету, мы в игру не вернули. Было много индивидуальных действий, то есть таких командных действий у нас уже практически не было. Обидно, конечно, что проигрываем по буллитам, уже перейти в другую сторону. Будем работать. Следующую домашнюю встречу «Адмирал» проведет 22 сентября с Тольяттинской «Ладой». У футболистов луч энергии кончилось терпение. Игроки не вышли на запланированную тренировку и готовятся бойкотировать ближайший матч. Причина недовольств все та же – задержки по заработной плате. Напомню, деньги футболисты не получают уже более трех месяцев. Ранее по этой же причине уже перестали работать пресс-служба и другие немаловажные работники клуба. После многих безрезультативных жалоб и открытых писем команда решила начать действовать. Помимо того, что у команды такие проблемы, спортшкола загибается все полностью, тренера не вышли, клуба, все работники клуба сегодня не вышли на работу, насколько мне известно. Команда решила, что не будет выходить тренировка до того момента, пока нам не выплатят все задолженности, зарплаты и премиальные, и не станут отвечать за свои слова. Ситуация дошла до смешного. Игроков уже хотят выдворить из их съемного жилья на острове Русском. Многие футболисты живут со своими семьями на кампусе ДВФУ и говорят, что их выгоняют из-за долгов по оплате. Приморский футбольный скандал дошел уже и до министра спорта России Виталия Мутко. Ему глава ФНЛ Игорь Ефремов, который был на последнем матче во Владивостоке, сообщил, что клуб, цитата, «доживает последние дни». Мутко, услышав такие слова, пообещал пообщаться с руководством края. В крае есть и бизнес, и люди, которые готовы поддерживать. Но понимаете, люди хотят инвестировать в клуб, когда понимают менеджмент управления, куда эти деньги идут. Там просто нужен порядок в управлении клубом. А пока футболисты надеются на исправление ситуации. В противном случае они намерены бойкотировать матч со «Спартаком-2», который состоится уже 26 сентября на стадионе «Динамо». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.